Добрый день, это программа Paradox, я ведущий Степан Демура, телефон студии 6510996, код города 495, звоните. Сегодня мы будем обсуждать тему Грузии, что там произошло и что там происходит. На самом деле она интересна лично для меня не столько с точки зрения анализа того, что там происходит, а несколько с более, скажем так, широкой точки зрения, а именно, ну не секрет, что последний четверть века в России все эти либерастические так называемые реформы, они привели к уничтожению, практически к разграблению страны и встает вопрос о восстановлении страны и социальных институтов. Прежде всего вопрос о борьбе с коррупцией, но борьба с коррупцией, есть прекрасный пример Сингапура, когда господин Ю за несколько лет из коррупционной свалки, коррупционной помойки, коей являлся тогда Сингапур, в общем-то и наша страна сейчас такой свалкой является, эту проблему решил. Все это прекрасно описано в книгах и в интервью самого господина Ю. Ну вот была сделана еще одна такая попытка, судя по всему, из кое-чего сделать конфетку в Грузии. И вот насколько она удалась и вообще возможно ли в короткие сроки восстановить восстановить социальные институты и восстановить доверие населения к правоохранительной системе. И что для этого нужно сделать? Мы сегодня разберем на примере Грузии. У нас в гостях Денис Дворников, председатель общественного комитета за открытость правосудия, член общественной палаты Российской Федерации. Денис, добрый день. Добрый день. Вы вот недавно вернулись из Грузии? Да, недавно вернулись. Какие ваши впечатления? Во-первых, я считаю, что говорить на сухой о Грузии не имеет смысла, поэтому я хочу коллективу своей любимой радиостанции преподнести такую бутылку грузинского вина замечательную. Это настоящее грузинское вино. Это настоящее грузинское вино. Я предлагаю вам побыть немножко Анищенко, а вашему коллективу Роспотребнадзором и все-таки со своей стороны оценить их качество. То есть вы не верите Анищенко? Ну, вы знаете, честно говоря, вот смотрите, с одной стороны, вот если говорить серьезно, и мы, и Грузия являемся членами ВТО теперь, поэтому все вот эти препоны на границе, они уже сомнительны чисто юридически, но и потом весь бывший Советский Союз, они только с удовольствием пьют эти вины, пьют эту минералку замечательную, и никто пока не хворал, жалоб нет. Поэтому сейчас это выглядит достаточно, скажем так, ну, не камильфо, а то, что у нас происходит. Мы, к сожалению, гораздо больше всякой гадости пускаем через границу из других стран, и в том числе и на детские столы, и в детские сады, и так далее. Поэтому я надеюсь, что... Например, амянский коняк, который разливают под Москвой, да? Ну, нет, я имею в виду даже детское питание, вот там и так далее. Здесь много чего, что и разливают и в Китай, и в Польшу, и что совсем не должно попадать на столы. Тем не менее, вот... Спасибо большое за подарок мой. Изобразим из себя Роспотребнадзор. Вот, да, я был в Грузии, кстати, вот моя основная, вы сказали, что являюсь руководителем общественного комитета за открытость правосудия. Мне стало интересно, ровно год назад я ездил, когда еще, до выборов, до изменения политического направления в Грузии, ездил посмотреть и поизучать, как же все-таки вот прошла реформа в судебной системе. И, в принципе, многое там сделано достаточно интересно. По крайней мере, если говорить компьютерным слогом, интерфейс системы, он весьма дружественный. Денис, а можно вас перейду? Просто вопрос хочу вам задать. Вот, когда они начинали реформы, из чего они исходили? Вот, что у них в стране творилось? Ну, там творился... С чем они боролись? Ну, вы знаете, вот мой друг, очень близкий, ему приходилось там в 90-е годы ходить с коляской, где внизу, в нище лежал автомат Калашникова. То есть, уровень преступности был, конечно, запредельный, да, но имеют в 90-е годы, когда трамвайные рельсы сдавали на металлолом, вот, и так далее. То есть, понятно, что там все было очень запущено, да. Но вот, если говорить о судебной системе, то они посадили, если не ошибаюсь, 17, по-моему, судей сразу. Жестко и надолго. Вот, то есть, взятки действительно перестали брать. И полиция тоже взятки перестала брать. Они поменяли чуть ли не весь состав полиции? Ну, весь не весь, но действительно они стали отдавать приоритет молодым сотрудникам, готовить их и так далее. Но, понимаете, вот, в принципе, в России можно было бы такое сделать. И высокие зарплаты, там, по местным меркам, у полицейских очень высокие зарплаты. Да, высокие зарплаты, причем доплачивал еще в те времена, при Саакашвили, зарплату доплачивал и вы не шили, как это ни странно. То есть, он был одним из спонсоров государства. Вот. Делая деньги в России. В России, да, и в других местах, да. То есть, ну, я думаю, если бы у нас появился олигарх, который делает деньги где-нибудь за рубежом и платит российским полицейским, которые не воруют, я бы тоже не отказался от этого. То есть, с одной стороны, с некой внешней оболочки продуктов этой реформы, все достаточно прилично. И интересные результаты, которые, естественно, все-таки обусловлены и маленькой, потому что страна маленькая, да, то есть масштабные страны, население, и все-таки ее можно там проехать за 7-8 часов через западный восток. Но, тем не менее, вот для меня стало очень показательно это набережная в Батуми, где стоят красивые такие небоскребы, которые внутри пустые. Да, то есть, если ты плывешь на корабле, тебе кажется, что ты проплываешь. Ну, если не Дубай, то, по крайней мере, такой европейский прибрежный развитый индустриальный город. Но, когда ты подходишь поближе, вот в этих всех красивых, значит, за этой красивой оболочкой видны просто там мешки с бетоном, какие-то каркасы. Ну, такой Москва-Сити небольшой. Да, недостроенный Москва-Сити, да, только вот маленький. И, в принципе, это очень символично. То есть, во многом, действительно, и те же судебные органы, к сожалению, используются для отъема имущества у предыдущих владельцев. И среди них далеко не все были ворами в законе. Мне, я общался очень со многими людьми, вот обычными гражданами, там, служащими, предпринимателями. Я не нашел практически ни одного человека, который бы не сказал о том, что его родственник пострадал от Саакашвили. Все говорят, кто-то, чей-то дядя там, маленькая же страна, все друг друга знают, кто-то обязательно пострадал от вот этих вот переделов собственности. И в этих переделах использовались и суды, и внутренние МВД и так далее. Поэтому, с одной стороны, сделано все талантливо, но с другой стороны, была и, конечно, такая... А кто это делал? Скажем так, кто чертил? Потому что я, скажем так, я знаю троих грузинов, которые, сейчас скажу, по-моему, в 93-м или 94-м году... Нет, вру. Это было уже позже. В 96-м или 97-м в школе права в Чикаго, там был профессор Холмс и центр восточноевропейских исследований. Вот они туда пригнали трех молодых грузин и под диктовку они там писали Конституцию Грузии. Это хорошо знаю. Я в то время как раз учился в Чикаго и пересекался с профессором Холмсом. Вот план реформ Грузии кто разрабатывал и финансировал? Знаете, там были отдельные сегменты. То есть по судебной тематике шла одна программа. То есть это делалось через фонды, естественно, в большей степени, конечно, США. В меньшей степени Великобритания, но она тоже там участвовала. И уже на третьем месте остальной Евросоюз. В основном, конечно, Штаты. И очень много действует программ, очень много фондов, которые до сих пор там продолжают этот демократизейшн и так далее. Все эти процессы. Многие на них неплохо зарабатывают. В принципе, как и у нас. Но какой-то КПД есть. Знаете, если бы мы взяли, например, отдельно, условно говоря, примерно сопоставимую по количеству населения Самарскую область. И закачали бы в нее деньги этих фондов. Можно было бы сделать в рамках одной области, одного субъекта, в принципе, что-то подобное. А если вопрос, вы не знаете сумму, которая была потрачена на эти реформы? Приблизительно хотя бы. Я не готов назвать сумму, поскольку, как я говорю, источники были разные. Были разные фонды, разные группы играли на этом. Потому что это был в определенный момент в Штатах очень модно помогать Грузии, ездить там просвещать. Молодую демократию. Молодую демократию, да. Можно приглашать к себе на обучение. Ну, я думаю, там суммы достаточно приличные. Но здесь трудно понять, где заканчивались деньги Иванишвили, начинались... Деньги Сороса, как говорили. Деньги Сороса, да. Причем, знаете, там очень интересные есть моменты, так как, опять же, повторюсь, страна не только маленькая, но и очень семейная. То есть все практически друг к другу родственники, несмотря на национальные различия. Есть новый красивый там такой парк наподобие Диснейленда, который со временем построил Бадри, друг к другу почившего недавно Березовского. Так вот... Либо не почившего, как говорят. Да. Так вот Саакашвили на его открытии, в общем, показал, что это все построил он. Поэтому проследить, кто на что тратил деньги в этих проектах очень сложно, поскольку очень многие вещи присваивались. Может быть, там и часть реформы проводилась на деньги собственных спонсоров, но, опять же, там в плане информационной открытости, вот такой, скажем так, закулисный, все очень... Все все знают. А вот, Денис, вот если, скажем так, разделить реформы в Грузии на какие-то составные части, вот хотелось бы просто по ним пройтись и понять, что удалось, что не удалось и почему. Ну, главное достижение, то, что можно оставить машину открытую, хоть с сумкой, хоть с телефоном мобильным, то есть никто не подойдет, потому что это страшно. То есть можно, сделав глупый, сломать себе жизнь. Действительно, строго сразу найдут и посадят. А как это удалось сделать? Жесткой рукой, абсолютно жесткой рукой, то есть, как я говорю, как на примере судебной системы, посадили 17 судей по стране, у других отпала охота уже брать взятки. Ну, о других достижениях мы поговорим после информационного перерыва. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Денис Дворников, представитель общественного комитета за открытость правосудия, член общественной палаты Российской Федерации. И разговариваем мы сегодня о Грузии, о реформе Грузии, что удалось, что не получилось, и попытаемся понять, почему. Денис, вот насколько я понял из того, что вы говорите, вот социальные институты общества, они более-менее выстроили, да? То есть судебную систему, правоохранительные органы. Но вот у меня остается впечатление, что, скажем так, бытовой коррупции там нет. Коррупция осталась на высшем уровне, как, в общем-то, везде. Да, вот что получилось, я сейчас вот подумал, нашел, как вот это лучше объяснить. А получилось в тех сферах, которые потенциально имеют хороший электоральный профит, да? То есть те сферы, где простой маленький человек соприкасается с властью, да? Это гаишник, это получение справок, всяких там выписок и так далее. Открытие бизнеса. Открытие бизнеса, регистрация машины и так далее, да? Вот, то есть там, где человек, избиратель, может получить полное удовольствие от действительно работающего одного окна, там это получилось. Но, например, будучи... Ну, вот яркий пример, то, что аграрная страна, которая всю жизнь существовала за счет именно своих виноградников, и импорт, экспорта, значит, овощей и фруктов, сегодня можно в Тбилиси, например, увидеть на прилавках вот эти вот бескусные турецкие помидоры. То есть там экологически чистая продукция вывозится, а люди, те же самые простые люди, вынуждены покупать то же самое практически, что и мы, находясь на... Ну, знакомые ситуации. ...две тысячи кантров в Северне, да? Украинцы, например, сейчас едят польское сало. Да, то есть здесь... ВТО называется. Реформа, реформа, она поверхностная. И получилось немножечко успокоить, немножко порадовать электорат с помощью таких невиданных для постсоветской страны достижений, как получение номера для машинности за 15 минут, но при этом фундаментальные вещи, да, то, что составляет основу государства, они, конечно, подорваны сегодня, потому что сельское хозяйство там, ну... Мы сейчас говорим об экономике, вы стали говорить. Ну, да, я говорю о тех... Ну, это основное их. У них нет нефти, а газа. Но экономике привычно, да. Вот, поэтому, собственно, да, действительно, здесь можно говорить именно о поверхностном таком. А экономикой кто-нибудь занимался так же серьезно, как вот социальными институтами? Я уверен, что нет. Были проекты какие-то, связанные там с презентацией ВИН в Европе, да, совершенно бессмысленные, поскольку есть ЮАР, есть Калифорния, есть... Есть Австралия. Аргентина, да, которая... Чили. Потому что производство вот бутылки вина в Грузии гораздо дороже, чем это будет в той же ЮАР. Вот. Но это тоже, опять же, пиар, опять же, вот мы делаем все, что можем. Но никакого продвижения серьезного в этом отношении нет. Скорее была деградация. То есть, проехав по сельской местности, да, какие-то частные хозяйства работают, но в целом чувствуется большой упадок, да. Например, уже нету никакого чая, да, если говорить раньше, грузинский чай вполне такой приличный, были и хорошие сорта, помимо веников, которые там... с бревенными, вот, но его уже нет. И так далее. И очень по многим позициям действительно произошла деградация. Главное, что еще начала деревня спиваться, как у нас, ну, чего раньше не было. Чем при всем любви к алкоголю в Грузии всегда, вот, улицы никогда не были, скажем так, заполнены пьяными людьми. И очень интересный способ полиция, вот, на местах в сельской местности эту проблему решает. Чтобы люди не кололись, не пили, они ставят большой-большой железный крест. То есть, люди настолько набожные, что когда они видят крест, им становится, как бы, совестно, там, колоться или напиваться. И действительно работает. Да, и сокращается даже по статистике количество преступлений на этой почве, и, собственно, каких-то таких неприятных случаев. Ну, это такие вот особенности интересные. Но они все говорят, к сожалению, в том числе о фундаментальной такой деградации. По экономическим причинам. Да. А вступление в Грузию в ВТО, вы не думаете, что нанесло последний удар? Конечно, конечно, безусловно. Это было, то есть, знаете, лучше, наверное, все-таки в очереди потолкаться за номером, чем отдать свою... То есть, а вы не рассматриваете ситуацию, что можно и номер за 15 минут получить и хорошо жить? Безусловно, рассматриваю. Такое вообще возможно? Я говорю, если из двух зол выбирать, вот, по такому, по сущностным моментам. Да, безусловно, ВТО, просто учитывая, что Грузия маленькая, на маленький организм вот эти вот последствия, они быстрее проявляются. Мы-то еще имеем какую-то инерцию, у нас еще там где-то сахарная свекла осталась, где-то еще что-то. Еще какие-то культуры, по которой пока трудно вытеснить, да, там. Но время играет против нас, тем более, что мы даже ту квоту, которую нам предоставило ВТО, сейчас не выгребаем те деньги, которые мы могли бы сейчас пустить в финансирование. Поэтому вот надо посмотреть сейчас на Грузию и спрогнозировать, что будет у нас, сделав поправку еще на климат. Потому что там климат и земля там хорошие, а у нас-то не везде. Да, ну можно с таким же успехом посмотреть и на Украину, когда после вступления в ВТО там действительно разговаривали с украинцами, ну плодороднейшие почвы, климат роскошный. Однако практически сельскохозяйство умирает. Уже дошло, говорю, до смешного, что кушают польское сало, которое, может быть, даже не польское, а завезено из той же Турции или из Китая. Свинки там у них откормлены хорошие. У нас на линии Павел Шеремет, российский, белорусский тележурналист, автор книги «Саакашвили. Грузия. Погибшие мечты». Павел, добрый день. Добрый день. Я не знаю, слышали ли вы наш разговор с Денисом, но, в общем-то, Денис, насколько я понимаю, придерживается той точки зрения, что грузины отремонтировали фасад, что, конечно, похвально, но реформы не затронули экономику, и, в общем-то, у них все очень грустно. Я правильно перевожу ваши мысли? Да, в принципе, да. Как вы считаете, Павел, это такая разумная точка зрения или у вас есть какие-то возражения? Ну, я бы не рисовал картинки такими трагическими красками. Нет, это не трагические краски ни в коем случае. Если грузинскую экономику не затронули реформы, то что можно говорить о российской экономике, которую тоже, в общем, можно оценить как нереформированную, немодернизированную и так и подобное? Просто у России бьет из-под земли постоянный поток денег в виде нефти и газа, а у Грузии нет, и у Украины тоже нет вот этих вот шальных денег, поэтому им приходится сложнее. Но все спрошилки про Грузию, они, в общем-то, далеки от реальности. Если бы было все так ужасно, то мы бы не видели, как меняются украинские и грузинские города просто на глазах. То есть фактически там Батуми отстроили, Тбилиси как бы отстроили. Там другая проблема. Там проблема того, что поколенческого конфликта, того, что люди там старше 40-45 лет, они в результате там политических и общественных и других реформ, они оказались там на улице. И украинская экономика, она же умерла раньше прихода Саакашвили. Она умерла еще в начале 90-х годов и существовала в этой нищете и ужасе до революции Рост лет 15. И только после революции Рост началось возрождение грузинской экономики. Поэтому за пять лет там правления Саакашвили нельзя было сделать кардинальных реформ. Но они были проведены, там практически нулевая коррупция для мелкого и среднего бизнеса. Там навели порядок с судами, навели порядок с милицией. И я вам хочу сказать, что некоторые из грузинских реформ, они являются такими показательными. И из России ездили эксперты для того, чтобы изучать эти реформы. А какие реформы? Все так трагично. Нет, мы не говорим о трагичности, наоборот. Нет, действительно нет никакой трагичности, да, просто попытаемся анализировать трезвое. А какие реформы провели, на ваш взгляд, удачно? Ну, хорошо, суды и социальные, скажем так, социальные институты, они восстановили, насколько я понимаю. А вот как они их восстанавливали? Достаточно привести в пример реформу МВД, кардинальную реформу МВД. А в чем она заключалась? Она заключалась в том, что там фактически полностью сменился состав МВД. Это абсолютно прозрачные методы работы МВД. Доверие к МВД больше, чем к церкви. То есть это такие показатели, к которым в России, в общем-то, за сто лет можно не приблизиться. А как они этого добились? Ну, это разговор не пяти минут. Они добились этого очень упорным, но признанным трудом, борьбой с коррупцией. Каждый день были истории с арестами коррупционеров в форме, понимаете? И максимальной открытостью перед обществом вот этих всех структур. Там проведена была реформа образования кардинальная. Там проведена серьезная армейская реформа. Ведь до революции Рос в Грузии не существовало армии. Это были какие-то полулегальные, полуоборванные вооруженные формирования. А за последние несколько лет там создана армия. Конечно, эта армия не может по боеспособности конкурировать с армиями больших государств. И война 2008 года показала, что Грузия в принципе не может противостоять России. Но, тем не менее, эта армия профессиональная, кстати, армия появилась в Грузии. И военный контингент, который находится в Афганистане и в Ираке грузинский, он, в общем-то, довольно неплохо оценивается. Ну, вы знаете, по поводу военного контингента в Ираке я бы с вами поспорил. Поскольку читал я, скажем так, дневники и сообщения американских военных. Единственное, чем они занимались в Ираке с грузинами, это их охраняли. Но не в этом дело. Скажите, Паста, вот реформ... Я вообще спорю с вами по поводу Грузии, потому что... Я не спорю с вами. Я не спорю с вами. Мне самому интересно. Понимаете? Я не хочу обсуждать это все по каким-то публикациям. Я расскажу просто о своих впечатлениях. Смотрите, я с вами не спорю. Мне самому интересно, поймите меня правильно, вот реформа образования, что они сделали? Вот мне просто самому интересно, как они за такое короткое время смогли, в общем-то, выбраться, ну, из того положения, в котором мы сейчас находимся, Россия находится. Вот реформа образования, что они сделали? Ну, они полностью провели модернизацию школ, начиная от элементарного ремонта в этих школах и нового оборудования, и заканчивая реформой самой системы образования, они влили огромные ресурсы в университеты свои. Ну, то есть там целые книги написаны уже о том, что произошло в Грузии за пять лет. Причем книги не какого-то там разоблачительного... Павел, Павел, мы должны уйти на новости. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс». У нас в гостях Денис Дворников. И у нас на связи был Павел Шеремет, российский белорусский тележурналист, автор книги «Саакашвили. Грузия. Погибшие мечты». Ну, насколько я понимаю, Денис, Павел практически подтвердил то, что вы сказали, что социальные институты были трансформированы и практически восстановлены с нуля. Просто, понимаете, у каждого человека есть своя эмоциональная оценка произошедшего. Я, наверное, на 80% с тем, что он сказал, согласен. Другое дело, надо просто понимать, что определенный комфорт в жизни граждан должен все-таки сочетаться и с фундаментальными стратегическими развитием. То, кстати, что в России совершенно нет. Мы не представляем, какая будет Россия в 2030 году. Нам никто об этом не говорит. Ну, почему же? Там какие-то программки написали, что-то Россия, что-то 2030. Даже вы, журналист, не можете пока... Я не журналист, но... Тем не менее, вы здесь работаете. Я просто этим всем смеюсь, да. Да, поэтому там тоже непонятно, что будет дальше, поскольку все-таки в Грузии есть такой фактор, как Турция, которая активно лезет в Ажарию. Очень активно пытается восстанавливать там и как бы исторические мечети и лезет в бизнес. То есть, кстати, во многом строительство, оно в том числе является инвестицией со стороны Турции с далеко идущими планами. Потому что это такое... Государство сегодня слегка территориально ранено, с учетом того, что, возможно, оно скоро потеряет часть, населенную курдами. И в этом плане Ажария была бы для нее замечательной компенсацией. Так же, как и Абхазия, кстати. Поэтому фактор угрозы постоянно, да, не только со стороны России, он заставляет Грузию постоянно искать себе стратегического партнера. И очень интересная статистика отношения населения, в частности, к России. 80% хотят, активно хотят, чтобы отношения между нашими странами были восстановлены. Ну, это естественно. Я вот с грузиной общаюсь, потому что, ну, здесь зарабатывают деньги. Но при этом 70% воспринимают Россию как угрозу. То есть, они не понимают, что от нас ждать, да, потому что шок был, конечно... Ну, как-то, в общем-то, они себя ведут вполне логично. Шок был для людей, когда, значит... Маленькая война Газпрома, да? Да, рвались снаряды, да. Мой друг ездил в горе, и он на машине, значит, выворачивался от этих бомбежек. Поэтому такое вот двойственное восприятие. Они все действительно с любовью относятся к России, к русским людям. Денис, вот смотрите, в общем-то, вот вы с Павлом практически сходитесь в одном, что реформы проведены, социальные институты восстановлены. Сейчас мы их в сторону просто экономику оставим. Да, причем многие реформы интересные, действительно их стоило бы нам тоже призадуматься. То есть, сразу возникает у меня некоторая ассоциация как раз с Сингапуром. Потому что есть в России такая замечательная пословица, что рыба тухнет с головы. То есть, должно быть политическая воля, политическое решение это делать. Ключевое слово вы сказали, политическая воля. Вот других способов не придумали. Вот как воспитать ребенка... Но самое главное, самое главное, что если она появляется, то все эти сказки о том, что коррупцию невозможно побороть, МВД невозможно почистить, это не более чем сказки. Потому что, насколько я понимаю, там работает стандартная практика, крутая кнута и пряника, который как раз использовал Ю в борьбе с коррупцией в Сингапуре. И это действует, и действует очень быстро. Это действует, безусловно. Это вопрос, а почему у нас этим никто не занимается, только идут одни декларации. У нас все очень запущено. У нас, знаете, множественные метастазы, вот эти коррупционные, борьба кланов, от которой сейчас идет МК и общественная палата. Вы думаете, это частный спор? Это спор кланов, спор группировок, понимаете? И каждая группировка имеет друг на друга компромат. И в этих условиях начнешь давить одного, прибьют с другой стороны. Поэтому, конечно, хочется думать, что все это можно сделать. И вот они все такие плохие, вот мы этих плохих уберем, и придут хорошие, и все будет замечательно. Но Саакашвили-то пришел и все сделал? Ну, 4 миллиона человек, даже меньше всего. Тут 4,5 населения в войне. Ну да, основные все уехали. Слушайте, а какая разница? Вот мне объясните, разница 4 миллиона или 100. Ведь закон экономики... Более монолитное государство. Ну, законы экономики и законы социума, они же везде одинаковые. Ну, меньше, понимаете, нету такого масштаба клановой борьбы. Там нету кланов, которые ворочают триллионами. Знаете, где, в принципе, каждый из группировок может развязать гражданскую войну. По щелчку, когда почувствует, что уже все. Что у нее отнимают... Ну, я сомневаюсь, что у нас просто невозможна гражданская война. Кто с кем будет воевать? Ну, все можно. Ну, национальную почву очень легко развиваются. Любой сценарий могу вам написать прям... Но я не хочу... Я тоже. Просто эти сценарии очень быстро заканчиваются за счет того, что заканчивается национальное меньшинство, которое воюет. Ну, тем не менее, там все-таки, учитывая... Я думаю, некоторым вроде повезло. И потом люди уже настолько устали от этого бардака. Действительно, устали ходить с оружием. Просто, чтобы погулять с ребенком в парке. Что уже были готовы среагировать на слово реформы, на молодого харизматичного лидера. А он действительно воспринимался на ура в первые месяцы и годы правления. У нас такое же произошло в 2000 году. Результат тот же. Значит, там была меньше правильная политическая воля. Что сказать? А вам не кажется, что вот, переходя к России... Вот вы считаете, реформы в Грузии, скажем так, успешно реформы в Грузии, они могут быть перенесены, их опыт на российскую почву? Ну, вы знаете... В идеальной ситуации. В идеальной ситуации, да. Потому что этих способов не так много. И они все опробованы. Нужна всего лишь политическая воля. Ну, нужно опрячься, нужно понять, что будут и ругаться, и брыкаться, и будут жаловаться в исполком, да, как вот кавказская пленница. Но надо вытерпеть это и этот мешок отнести. Но видите, как сложно сейчас. С Сердюковым все со скрипом идет, с его девушками. Да, их просто очень много. Так у нас вроде там ходит, плачет с детьми. Но она просто плачет, потому что не понимает, почему ее. Как она подставилась, да. Поэтому все это выглядит достаточно смешно. У нас вот министр Ливанов может материться, и никто на это не реагирует. Видимо, так принято в империи, да, вот такой министр образования, наверное, нормально считается. Давайте возьмем телефонный звонок. Андрей, добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Хотел бы предложить такой элемент, как следовать за деньгами. Вот в плане того, что прогрузили сегодня обсуждение. И в основном еще так преподносится, что деньги появились. Их вложили в школы, провели замену полиции. Но все эти деньги как-то виртуально нарисовались и все. Мне кажется, все-таки это прямой результат потери суверенитета. То есть из-за него плата, так называемая, спонсорская помощь на обустройство протектората. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот в России суверенитет не потерян? На ваш взгляд? В этом плане обустройство протектората здесь отсутствует, скажем так. Ну, понимаете, вот мы тоже потеряли суверенитет, но почему-то в хорошей полиции, хороших судов у нас нет. А деньги свои есть. Да, обустройство протектората отсутствует. Ну, видимо, потому что статифика такая, что есть полезные ископаемые в России. И по большому счету, главное, это инфраструктура по их добыче. Она работает, она это всех устраивает. А население является как раз лишним элементом. Поэтому все остальное, что способствует жизни физической людей, оно устраняется. Ну, еще хотел вот такой привнести элемент. Вот есть другой пример. Это Республика Беларусь. И в этом случае, как ни странно, все плохое, что и в Грузии здесь тоже, если имеется в виду, отсутствует, так сказать, легкий источник денег. Но при этом, вроде бы как, гораздо более отношение дружественное к России. И соблюдается некоторое интересное национальное, и люди живут. А вот в Грузии, вот так скажем, напрямую, не знаю, но знакомые мне рассказывали, что вот полицейские живут очень хорошо. И им платят столько денег, что они, не задумываясь, будут стрелять в тех, кого им скажут, если будут какие-то инструкции. А вот, допустим, в Беларуси, я просто переехал жить в Беларуси, и вот здесь, наблюдая за ситуацией, причем я пожил и в Европе до этого, сравнивал, и здесь люди живут лучше, чем в Европе. Но они это не хотят признавать. А что значит лучше? Что вы вкладываете в это понятие? Ну, приедем такой пример, вот, когда только переехал, столкнулся с ситуацией, что утром было очень сложно вызвать такси. Ну, то есть, там, в районе 7-8 утра. И таксист, на мой вопрос, от меня ответил, что очень много людей на такси ездит на работу. Вот, это как такой, ну, не знаю, насколько существенный пример. Вот, и в том числе, если идти дальше, это качество инфраструктуры, допустим, коммунальные услуги, она раз, наверное, в 5 дешевле, чем в России, и уже, скажем, в Европе же коммуналка тоже растет, здесь уже дешевле. При этом качество этих услуг, оно гораздо выше. Вот, и еще такой нюанс, вот, у них аналог Сбера в Беларуси есть, называется Беларусьбанк. Вот, этот банк, он на 99% принадлежит государству. Ну, ЦБ, Беларусь. Нет, нет, не ЦБ, Национальный банк, это отдельный. А, Беларусьбанк, да. Да, его счет, я не могу вам сказать, но мне самому интересно, буду узнавать. А вот их аналог Сбербанка, он на 99% государственный. Я вот подозреваю, что источники финансирования субсидий вот этих социальных, то есть дешевая коммуналка, гилеты на железнодорожный транспорт и так далее, они находятся в том числе и потому, что доходы от процентов по кредитам и так далее, которые получают Беларусьбанк. Да, и то есть не надо нифть и газа, просто нужно несколько финансовую систему под национальные интересы использовать. Тогда деньги будут. Вот такой тоже интересный пример, и ни для кого не секрет, что на, скажем так, революцию, не знаю, чего-то там, пряников в Беларуси, получается, денег больше, чем на весе СНГ. Никак не получают. И это тоже, кстати, не получается, потому что люди хоть ворчат, что вот там плохо, дескать, у нас. А они вот достаточно съездить в Смоленскую область и посмотреть, как живет матерка Россия. Да, достаточно посмотреть на дороги. Достаточно посмотреть на дороги. Да, чтобы не уводить вас от Грузии, просто привожу пример, почему вот Грузия, она вот на фоне Беларуси, и сразу становится понятно, откуда деньги. И для чего это делается? Потому что не было армии у них хорошей. Ну ладно, вот у них хорошая армия. Но для чего она используется? Летом 2008-го стало ясно, для чего. Ну вы знаете, лето 2008-го года, наверное, показало несколько иное, потому что, смотрите, кто выиграл от войны? От войны выиграл Газпром. На БУК проект закрылся. Ну вот и делайте выводы. Ну при этом, знаете, мы еще поставили себя в такую дурацкую ситуацию с этим признанием государства, честно говоря. А все добро. Моё личное мнение. Да, спасибо, очень интересный пример про Беларусь, очень важный, да, я думаю, еще успеем о нем поговорить. Но от признания этих государств, я считаю, это было ошибкой. А почему? А потому что мы себя поставили сейчас в тупик, и мы усилили вот этот момент конфликта, мы его завели фактически, ну, мне бы хотелось сказать, что разрешимую, но по факту пока не разрешимую ситуацию, поскольку переговоры упираются именно в это. Мы можем разрешить вину, визу, да, но все равно момент конфликта и восстановление там полноценных дипломатических отношений и дружеских отношений, он будет все равно привязан к этому. При этом ни мы не имеем полноценного контроля в этих странах, да, ни грузины тем более не имеют. Ну, по крайней мере, грузины, на мой взгляд, находятся в более выгодном положении, поскольку они не тратят десятки миллиардов долларов на это. Конечно, у них там, да, ну, вы знаете, что многие чиновники, которые в России сопровождали проект Южной Осетии, они очень имеют неплохие рестораны теперь, свой бизнес. Такая небольшая прачечная, вроде Кипра. Да, кого-то спрятали там сейчас в СВР работать после этого, чтобы его там не достали. И мы могли бы, в принципе, сделать там Дубай с Хенвали, да, но этого не сделали. То есть, ведь многие рассматривают Грузию как в том числе такой укор России, как некий пиар-проект, показать, что вот на постсельском пространстве можно это сделать. Но с нашей стороны такой ответа до Чемберлена-то не получилось. Наоборот, получилось, все вылезли наши болячки коррупционные, о которых все знают. И, между прочим, юго-осетинцы, они тоже все это понимают, и у многих даже появляются такие разговоры, что вот они вернутся ли нам обратно. Действительно, это происходит. И, кстати, что удивительно, много машин осетинских ездят в Тбилиси. Денис, мы прервемся на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Денис Дворников, представитель общественного комитета за открытие правосудия, член общественной палаты РФ. Обсуждаем мы Грузию, реформы в Грузии. Ну да, мы уже зашли в СНГ. Ну, а это естественно, потому что, понимаете, если там получается... Я вот посмотрел ВВП Грузии, в 2011 году он составлял 14,4 миллиарда долларов. Значит, по оценкам счетной палаты и экспертным оценкам, у нас только на госзакупках воруется от одного до полутора триллионов рублей. Это официально. Да, то есть, скажем так, грубо говоря, все то, что воруется официально, да, если пустить на Центральную Россию, беднейший регион... Где закрывают роддома. Да, и нет дорог. Вот сейчас прочитал очень интересную статью про то, что сотворили с трассы М-9 Москва-Рига. Ее просто нет теперь. Это ужас. Но у него там дело. То есть, буквально за два, за три года, если есть политическая воля, можно сделать Грузию. Все починить. Можно лучше сделать. Ну, поскольку Грузия ограничена в своих ресурсах, и поскольку действительно там был элемент сдачи суверенитета в аренду, скажем так, вот, что, естественно, тормозило развитие. Потому что кому нужен конкурент? Ну, да. И здесь, конечно, был и политический проект, но, с другой стороны, в этой стране не так много стратегических вариантов, в отличие от России. Потому что Россия может диктовать повестку дня и в Европе, и в Евразии. Ну, хотя бы пытаться. Ну, хотя бы, да, свою какую-то обозначать позицию, линию и так далее. Ну, для Грузии она все-таки вынуждена реагировать на ту ситуацию, которую создают другие. Ну, вот, тем более, там есть совершенно и Азербайджан, и Турция, и Россия, с другой стороны, да, и армянский фактор тоже там своеобразный достаточно. Поэтому, даже если вот мы сравниваем возможности и потенциал, мы могли бы сделать гораздо все интереснее. Потому что, даже если сравнивать, насколько я понимаю, Грузию с Арменией, это как небо и земля. Что происходит в Армении и что происходит в Грузии. Знаете, я бы сказал, что вот Белоруссию я бы сравнил с Нагорным Карабахом. Потому что сегодня это одна из самых привлекательных инвестиционных территорий. Там тоже абсолютно идет гарантия президента для тех, кто вкладывает деньги. Там строится элитное жилье. В Нагорный Карабах. Да, в Степанакерт, там поющие фонтаны с подсветкой, там дорога, которую делала диаспора идеальная от границы. Как раз хотел сказать, там же есть большая армянская диаспора. Да, но она, но это не ворует, деньги не воруются. Правильно, что это честные деньги. Там честные деньги, там самое удивительное, вот, в Нагорный Карабах полностью, не только полностью обеспечивает себя продуктами, обеспечивает продовольственную безопасность, но и кормит Армению. Нам, наша продовольственная безопасность сегодня, по-моему, ну, она меньше 50%, если я не ошибаюсь. Она смешная для такой страны. Она смешная, то есть, в любом случае, учитывая территорию, не дай бог, нам отказывают в каких-то товарах, и все, мы тихо начинаем есть лебеду. Мне есть раз один из чиновников Роспотребнадзора рассказал такую маленькую, очень интересную историю, что, да, мы себя курицей обеспечиваем куриным мясом, но дело в том, что весь генетический материал практически завозной. И момент, когда к нам перестают завозить, грубо говоря, цыплят, все накрывается медным тазом. Будем кушать. То же самое с говядиной. Да. Потому что все быки и все, что там. Племяное, да. Все это в Голландии. Ну, возьмем телефонный звонок, у нас Сергей на связи. Сергей, добрый день. Алло, здравствуйте. Алло. Да-да-да, Сергей. Добрый день. Да, мне Сергей зовут. Ну, понимаете, во-первых, честно, на паразине мнение вашего гостя, на счет того, что эта война Гаспрома была. Ну, тогда надо, наверное, Саркашвили поблагодарить за это. Не можно ему дать, потому что войну-то вообще-то войну начал. Вы знаете, никто не знает, кто начал войну, скажем так, нам не говорят, на мой взгляд, кто начал войну. Но просто есть один такой интересный факт, что, если вы помните, был такой батальон «Восток» в Чечне, который был распущен, кто-то был объявлен в розыск, еще что-то. Так вот, этот батальон «Восток» воскрес из небытия во время как раз грузинской кампании, и там воевал. Делайте выводы сами. Вы знаете, очень сложно эту ситуацию. Это очень сложный вопрос. Поскольку информации ноль. Но в Грузии я слышал мнение, что они злы на Саркашвили за то, что они тоже считают, что это он начал. Потому что у него, как говорят, был план закрыть туннель. И быстренько, значит... Да, вот тут меня тоже поражало. Ведь надо было сейчас туннель закрывать, чтобы не было подмоги. Они этого не сделали. Да, поэтому очень... Темная история. Мутная история, да. И главное, что в этой истории пострадали невидные люди. Абсолютно. И там, и с той стороны. И, конечно, жаль и осетинов безумно, которые погибли, и наших миротворцев, и грузинских солдат тоже жаль. Да. Тоже жаль, поскольку это люди сложили свои... Молодые люди сложили свои головы. Ни за что. Непонятно за что. За то, что там либо у этого был кокаиновый приход, да, либо у этих были газовые интересы. Поэтому... Ну, так начинается любая война, да. Никого же жизни людей не волнует. Которые в 90-е годы были связаны там с межэтническими конфликтами. И нам бы тоже эти страницы истории поизучать, да, и Карабахский конфликт, как люди превращаются в зверей. Вроде бы нормальные люди изначально там кладут вино, там, угощения, общаются, гостеприимство кавказское и так далее. А потом они начинают живьем топтать детей. Причем это происходит ведь моментально. Это моментально. И у нас с учетом тех угроз, которые у нас, извините, не в стабильном состоянии находятся, а развиваются. Развиваются. Я бы обратил внимание на Татарстан, где ваххабитское поле. На Северный Кавказ уже и так понятно, да. Но у нас и внутри центральной России есть уже свои какие-то очаги напряженности, которые надо купировать. И очень внимательно почитать хронику тех дней, как все это развивалось. И, к сожалению, действительно, эта война, она легла на историческую почву очень неблагодарную. И, к сожалению, эти 20 лет перепахали отношения между национальностями, населяющими нашу общую страну, развалившуюся. Это, конечно, мы будем разгребать еще, я думаю, не одно десятилетие. Но должны сменяться поколения, должны быть какие-то целенаправленные проекты по примирению сторон тех же грузин-абхазов. Нам выгодно, чтобы Грузия и Абхазия были в хороших отношениях. Нам выгодно, чтобы Грузия и Южная Осетия тоже постепенно восстанавливали свои какие-то взаимосвязи цивилизованные, как минимум. Потому что это же ведь снимает напряженность на южных границах. Да, и просто я уверен, если Грузия дальше будет разваливаться, если там появится реальная туркизация Абхазии, то для нас это будет означать потери Северного Кавказа и, может быть, не только. А, Денис, а вот вы что-то сказали такое странное, Грузия будет дальше разваливаться. Нет, но есть же проекты, были же проекты по отделению Аджарии, например, да, были какие-то связанные с территорией, которой очень много армян живет, да, которые тоже... Денис, а как вы относитесь вот к смене власти, которая сейчас произошла в Грузии? Сдержанный оптимизм все-таки. Поскольку, знаете, у меня такой же сдержанный оптимизм по отношению и к Папе Римскому Новому, о котором все начали восторженно... Это пиар хороший, да. ...писать, да. Давайте подождем результатов. Мне что нравится? Мне нравится то, что сейчас на переговоры с Россией выделен спецпредставитель, причем не просто спецпредставитель формальный, а действительно самая оптимальная фигура. Это Зураб Вераклевич Абашидзе, он был когда-то послом в России, но это настоящий представитель такой корневой интеллигенции грузинской. Это человек, который действительно заинтересован, с одной стороны, в развитии отношений, с другой стороны, это не будет такой вариант нашего Козырева, который все сдает. Он будет отстаивать интерес, он принципиальный, он достаточно жесткий, но он при этом нацелен на разговоры. У них сейчас, в принципе, достаточно рабочая обстановка сложилась с нашим представителем Красивым. И мы с ним имели счастье пообщаться. Мне понравилось свое мнение, что сейчас нужно быть предельно осторожным. То есть любые заявления, любые действия... Например, приезжали к нам танцоры, но по мнению многих людей это было немножко поспешно. Вот вызвало резонанс там, ответ на резонанс здесь, хотя, казалось бы, концерт. Но вот даже на таком уровне нужно проявлять осмотрительность на стороне. А с точки зрения, скажем, продолжения реформ Саакашвили или развития Института гражданского общества... Не получится, извините вас, перебиваю, не получится ли так? Ну, хорошо. Коррупция в верхних эшелонах власти существует в любых странах. Саакашвили сделал все хорошо на среднем и бытовом уровне, устроил небольшой передел собственности. Пришла новая голодная команда. Или она не голодная? И будет ли передел собственности? Но, смотрите, передел будет обязательно, поскольку там не такие были маленькие объекты. Например, Патийский порт. Это очень серьезный инфраструктурный объект. И я даже познакомился с бывшим владельцем, которого просто отобрали. Его пригласили на разговор в местное НКВД. И после этого он был вынужден подписать отказ. И таких случаев много. И перед Эванишвили стоит сейчас колоссально сложная задача. Весь этот клубок, где, естественно, возникнут и претензии, и не всегда обоснованные, его распутывать и, в том числе, с помощью судебных решений все это возвращать. Потому что это будет делаться, естественно, в правовом поле. Поскольку он не захочет контрастировать с Саакашвили и делать все это по каким-то понятиям и так далее. То есть работа будет очень большая. И мне кажется, сейчас они в первую очередь, конечно, нацелены на свои внутренние дела. На то, чтобы людям дать немножечко успокоиться. Поскольку вот эта стерильность полицейская, она для грузинского характера все-таки была немножко чужеродной. Ведь это... Ну как это? Выпить немножко вина и не поехать на машине? Ну что это такое? Нет, ну к этому надо привыкать. Нет, это невозможно. Это же на генетическом уровне. То есть вот это вот ощущение... Нет, у людей... Чем быстрее привыкнут, тем лучше. Они признавали, что это здорово, что можно оставить машину. Но они действительно ругались на полицейских, потому что, ну никак, как так нельзя это самое? Слушай, ну я тебе дам там 100 лари. И это невозможно сделать. Они же не понимают, что чем быстрее они от этого отвыкнут, тем лучше будут жить. Ну это эмоциональная же оценка. Может быть, где-то перед сном ложась спать. Почему-то европейцы к этому привыкают, а вот все привыкли. Но они привыкают не один век. Давайте посмотрим, что там было в той же Англии 100 лет назад. В той же Германии, да. Поэтому это же слишком резко произошло. И сейчас, я думаю, чуть-чуть вот далее вздохнуть. Вот, ну а дальше, если... Вот есть две вещи. У нас осталось меньше минуты. Денис, вы не думаете, что коррупция снова разъест страну в Грузию? Нет, я не думаю, что она разъест. То есть это уже некоторая, скажем так, точка невозврата продана. Это несгораемая цифра, я думаю, произошла. Может быть, будет небольшой какой-то откат назад, такой легкого раздолбайства добавят, чтобы люди... Легкое раздолбайство очень быстро приводит к большим проблемам. Ну что ж, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. У нас в гостях был Денис Дворников, председатель общественного комитета за открытие правосудия, член общественной палаты Российской Федерации. Говорили мы о Грузии. И, в общем-то, я надеюсь, что вы вынесли одну простую мысль, что все возможно сделать, причем с небольшими средствами. Главное, чтобы была политическая воля. Говорили мы о России, на самом деле. Да, по большому счету. Спасибо вам. Удачи. Всего доброго.